Кто хорошо потрудился, смог и замечательно отдохнуть. Более 100 ребят из отрядов мэра закрыли летний трудовой сезон. В фестивале приняли участие самые активные и целеустремленные, кто в течение трех месяцев делал лучше наш город. У нее проработало пять смен, все, то есть в акадесанте в этой же бригаде. Ну, мы убирали парки, ну, чаще всего это был сад Ермака, мой парк, который новый, Александровский сад, даже под горой убирали во многих местах. Ну, как бы, это не было сложным, это было как-то все просто и легко, тем более была хорошая компания, так что было еще и весело. Для ребят в живописном месте на базе отдыха в Менделеево организовали квест-игру. Здесь команды смогли проявить себя, показать хорошую эрудицию, смекалку, сплоченность и оперативность. Ну, можно сказать, что для тебя это лето было особенное? Конечно. Почему? Я познакомился с теми людьми, с которыми мне хочется общаться, я получил зарплату свою, очень сильно радовался этому и получил опыт работы. Всего в этом году по программе отряды мэра было трудоустроено без малого 1800 подростков. Эти ребята внесли значимый вклад в благоустройство города, проявили себя в общественной деятельности, спорте, культуре и других сферах. У нас появились новые объекты, такие как Пекарский сад, где ребята в июле-август активно трудились и сохраняли посаженные деревья и кустарники в чистоте и облагораживали их. У нас, соответственно, ребята трудились и на территории больницного корпуса, и на территории музея. По традиции определили и лучших в труде. 20 ребят за добросовестную работу и личный пример получили заслуженные награды. Это возможность себя хоть чуть-чуть реализовать в трудовой деятельности, оценить по-настоящему стоимость заработанных денег, подчеркнуть всем окружающим, своим сверстникам, своим друзьям, знакомым, а в первую очередь себе, что Тобольск – это по-настоящему ваш любимый город. Определили лучшего по антиграфите, зеленому хозяйству, отметили помощников вожатого и культа-организатора и других, а также лучшего бригадира. В роли бригадира мне понравилось находиться. Первая бригада была 5 человек, последняя бригада была 35 человек. Она заметно выросла, добралась популярностью. Многие дети возвращались из первых бригад и расстраивались, что всего два раза за месяц могут поучаствовать. Мы занимались в основном творческой деятельностью и участвовали в флешмобых и акциях, которые проводились в городе. Лучшим из лучших вручили билеты в Тюменский аквапарк. Елена Макова и Ярослав Прохоров. Тобольское время.